Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Перестань холдить свои альткоины. Я серьезно, это не кликбейт. Это не то видео, которое я хочу сделать только потому, что я хочу привлечь больше внимания или устроить драматическую сцену. В этом видео я попытаюсь помочь тебе извлечь максимальную выгоду из грядущего булрана и следующего за ним медвежьего рынка. 9 из 10 людей, с которыми я общался в мире криптовалюты, не знают о том, о чем я расскажу в этом ролике. Но если бы они это знали, им было бы намного комфортнее спать по ночам. Сегодня я подготовлю тебя к тому, что должно произойти. Причем подготовлю так, что ты обязательно сделаешь максимум на этом рынке за следующие 7 лет. Речь идет о стратегии долларового усреднения DCA и затем длительного холда. То есть ты накапливаешь криптовалюту и держишь ее несмотря ни на что. И да, на очень длинной дистанции стоящие криптовалюты, такие как биткоин, оправдывают эту стратегию. Многие говорят об этой стратегии и даже я сам ее всегда выделял. Но сегодня я расскажу тебе, почему я ошибся. И эта ошибка может стоить более полутора миллионов долларов для тех, чей портфель сегодня стоит 4000 долларов. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Это поможет видеоролику найти более широкую аудиторию. Каждый лайк это 10 показов. Давай наберем 2000 лайков. Я не надеюсь, что это видео вообще сможет набрать какие-то просмотры, учитывая на каком рынке мы сейчас находимся. Ведь большинству людей просто-напросто наплевать на криптовалюту сегодня. К сожалению. Ведь именно в такие моменты ею наоборот нужно интересоваться. Тем не менее, с твоей поддержкой вполне возможно, что это видео увидит хотя бы 10 тысяч человек. Кстати, напиши в комментариях, какие криптовалютные проекты, по-твоему, выживут до 2030 года и дадут хорошие иксы. Мне лично будет очень интересно почитать. Итак, бриллиантовые руки. Это инвесторы, которые держат свои монеты даже несмотря на огромное падение рынка. Но я бы сказал, что бриллиантовые руки это менталитет. То, как ты мыслишь. То, во что ты веришь. Итак, давай рассмотрим этот гипотетический пример. Он поможет тебе во многом понять то, о чем я говорю. В конце этого видео я хочу показать тебе также и то, как извлечь из этого еще больший максимум, учитывая аналогии. Итак, менталитет бриллиантовых рук включает в себя холдеров, которые выкупают криптовалюту на каждой крупной просадке и держат ее потом годами. Если ты делаешь так же, это неплохо. Я делал так же с 2017 года. И это тоже было неплохо для меня. Но давай выкопаем ту ошибку в этой стратегии, которую я спустя 6 лет осознал. Допустим, сегодня у тебя есть 4000 долларов. И ты решил инвестировать их в криптовалюту. Можно выбрать любую. Но я для примера собрал вот такой приблизительный портфель. Биткоин, Каспа, Хедира для любителей Ripple XRP и Квантум тоже для любителей Ripple XRP. Но ты можешь выбрать проекты, в которые сам веришь. Лучше выбирать солидные проекты, которые должны выжить на протяжении 7 лет. Такими многие криптовалюты не являются. Итак, вкладываем по 1000 долларов в каждую из 4 криптовалют. Итого, 1000 долларов в Хедире на данный момент это около 19000 монет. По актуальному курсу. В Биткоине 0,04, в Каспе 29000 и в Кванте 10 штук. Бриллиантовые руки говорят нам о стратегии холдить эту криптовалюту всегда. Поэтому и в 2025 году мы ее будем холдить. Почему я говорю в 2025? Потому что скорее всего именно в этом году будет буллран. Но это тема другого видео. Итак, не трогать эту криптовалюту вообще. Просто держать аж до 2030. Наступил 2030 год. Биткоин вырос до 500 тысяч долларов. Каспа до 5 долларов. Хедира до 15. И так далее. Вполне себе достижимые цели за 7 лет. Учитывая blow-off топы, которые могут случиться на пиках буллранов. Затем мы просто продаем эти монеты, которые держали все эти 7 лет. 19000 токенов Хедиры, 0,04 биткоина, 29000 Каспа и 10 квантов. И в итоге наша инвестиция в 4000 долларов превращается в 644 тысячи долларов за 7 лет. Не буду врать. Для 7-летнего инвестиционного плана это очень крутой доход. Я думаю, что у любого человека на традиционном финансовом рынке голова бы лопнула от счастья, если бы он получил такие же доходности. За 7 лет. Теперь я скажу прямо. Так делать не стоит. Ты не оптимизируешь свою доходность. И сейчас я буду откровенно жестким. И даже не буду пытаться быть милым. Не в этом случае, потому что сейчас мы говорим о том, что на самом деле делают умные деньги. Вопреки распространенному мнению, которое и я до последних дней разделял, позволь мне рассказать о другом менталитете. О менталитете умных денег, а не бриллиантовых рук. Итак, мы снова нашли 4000 долларов и вложили их по 1000 долларов в 4 криптовалютных проекта. Получили то же самое количество токенов по сегодняшнему курсу. Но в данном случае мы продадим 90% токенов в 2025 году. Мы не будем их холдить на протяжении 2025 года. И давай просто возьмем очень скромные, самые реалистичные прогнозы. Так, Пантера Кэпитал предполагает рост цены биткоина до 180 тысяч долларов еще до халвинга в 2024. Я же просто возьму прогноз в 150 тысяч долларов за биткоин в 2025 году. И я просто пытаюсь избежать того, чтобы кто-нибудь внизу в комментариях назвал эту стратегию глупой из-за этих цифр в 500 тысяч долларов за биткоин в 2030 году. Поэтому возьмем реалистичные прогнозы. Учитывая эти прогнозы, в 2025 году мы получим портфель в 65 тысяч долларов, вложив в 2023 всего 4000 долларов. И 90% из этого мы зафиксируем в 2025 году. Вот это есть не что иное, как катализатор для твоего финансового будущего, твоей свободы. Потому что теперь в 2025 году у тебя есть 65 тысяч долларов, которые ты сможешь инвестировать на следующем медвежьем рынке, который придет на смену буллрана 2025 года. По моему мнению, следующий буллран, возможно, произойдет в 2025 году. А медвежий рынок после этого будет продолжаться с 2026 по 2028 годы. Но это чисто мои предположения. В любом случае, на следующем медвежьем рынке, после того, как ты зафиксируешься на бычке, у тебя будет уже не 4, а 65 тысяч долларов. Снова делим эту сумму на 4 криптовалюты. Инвестируем в те же криптопроекты. И в этом случае очень важно, чтобы мы реинвестировали наши деньги в качественные проекты, которые будем накапливать во время медвежьего рынка 2026-2028 годов. И держать до 2030 года. Повторюсь, ты должен инвестировать в проекты, которые, по твоему мнению, выдержат испытания временем, которые пройдут через любые нормативные рамки и регулятивные законы. Итак, мы покупаем 4 криптовалютных проекта на медвежьем рынке 2026-2028, вкладывая в них 65 тысяч долларов, которые заработали и зафиксировали на бычьем рынке 2025-го. Еще раз повторяю, эти даты условные, предполагаемые. Никто точно не сможет предсказать, когда и что случится. Но в любом случае, тактика действий понятна, а даты здесь не столь важны. Итак, мы вкладываем по 16 250 долларов в каждый проект. И здесь самое главное, понять, какова будет средняя цена каждого проекта на медвежьем рынке. По моему мнению, минимальные цены на медвежьем рынке 2026-2028 годов будут не ниже 50 центов за Хедиру, 50 тысяч долларов за Биткоин, 300 долларов за Квант и 30 центов за Каспу. Вкладывая по таким курсам по 16 250 долларов в каждый проект, мы получим следующее количество монет. Затем на новом булране 2030 года мы продаем 90% этих монет. При условии, если Биткоин в 2030 году вырастет до 500 тысяч долларов, наш доход составит 2 миллиона долларов. То есть наши 65 тысяч долларов превращаются в 2 миллиона долларов за следующие 5 лет после 2025 года. В реальности мы добились этого за два подхода. Мы продержались до булрана 2025 года. Затем зафиксировали прибыль. После чего накопили все те же криптовалютные проекты, используя зафиксированную прибыль. После этого мы держали до 2030, где и продали монеты снова. Важно знать, что делать, когда будет новый булран, когда будет новая медвежка. И эта стратегия рассказывает, что тебе нужно делать. Если бы мы купили сейчас 4 проекта на 4 тысячи долларов, и держали бы их до 2030, вообще не трогая, мы бы заработали 644 тысячи долларов. Но если мы будем действовать так, как действуют умные деньги, а не бриллиантовые руки, то с этих же 4 тысяч долларов мы заработаем уже 2 миллиона долларов к 2030 году. Гораздо выгоднее совершить два действия, чем одно. Просто купить и спустя 7 лет продать. Это будет менее выгодно. Некоторые люди очень не любят, когда им говорят, что они неправы. Когда кто-то оспаривает их статус-кво. И если ты такой, извини. Это худшее, что может произойти с человеком. Как ты собираешься развиваться, если ты ничего не ставишь под сомнение? Я люблю подвергать сомнению каждое свое слово и каждое свое действие. Просто потому, что именно так человек и развивается. Именно поэтому сегодня я укатываю в пол свою любимую стратегию холда. И далее мы поговорим о третьем менталитете. Это, конечно же, налоги. Сейчас я расскажу тебе одну уловочку. Как ты сможешь сэкономить 41% на налогах от прибыли. Вот что мне пишут по этому поводу. Номер один. Если ты держишь свои активы более 12 месяцев, ты сохраняешь 50% своего капитала от налогообложения. Номер два. Если ты заработаешь на криптовалюте и тебя обложат налогами, не надо ныть. Ты все равно заработал больше, чем раньше. И, наконец, третье самое интересное. Люди говорят, мы не хотим терпеть убытки. Еще и платить за это налоги. Но угадай, что? Если ты потерпишь убытки, они вычитаются из твоего подоходного налога. Это касается всего. Криптовалюты, акции, недвижимость, жила и коммерческая, неважно. Именно поэтому иногда мы можем видеть, как крупные деньги пытаются обвалить цены на акции под конец финансового года, чтобы уменьшить свои затраты на налоги. По крайней мере, так происходит в Австралии, США и других вестернизированных странах. Я, конечно, не могу говорить про все страны мира. Это просто-напросто невозможно. Скорее всего, большинство западных стран придерживаются очень похожего типа налогообложения. У нас есть два человека. Человек номер один и человек номер два. Единственной разницей между ними является то, что первый продает биткоин на протяжении, то есть в течение 12 месяцев после покупки биткоина. А второй продает его спустя 12 месяцев после покупки. То есть прошло больше 12 месяцев. Допустим, они оба получили прибыль в 1 миллион долларов. И вот вырезка с правительственного сайта, которая поможет нам разобраться. При доходе от 0 до 18 тысяч 200 долларов ты получишь нулевой налог. Это относится ко всем видам доходов в течение всего финансового года. От 18 тысяч 200 до 45 тысяч долларов ты заплатишь 19 центов за каждый доллар, который заработал за финансовый год. То есть фактически себе ты оставляешь 81 цент с каждого доллара. Но далее система становится интереснее. Если, например, ты зарабатываешь более 180 тысяч долларов в год, налогом облагается не вся сумма, а сумма, которую мы получим, если отнимем от 180 тысяч долларов 51 667 долларов. Это очень-очень важно. В большинстве стран мира похожая система. И скорее всего в ближайшее время она будет обновлена. Но пока что так. Но вернемся к нашим двум инвесторам. Доход и человека номер один, и человека номер два – 1 миллион долларов. Из которого нужно вычесть 51 667 долларов, потому что они облагаются налогами в рамках этой строчки про 180 тысяч долларов и больше. А значит на остаток суммы налог составляет, как мы видим в этой табличке, 45%. Поэтому человек, который продал, не дождавшись 12 месяцев, попадает под налог на прирост капитала и платит 45% на каждый заработанный доллар. Таким образом он получает 522 тысячи долларов. Но вот что удивительно. Человек номер два ждет 12 месяцев. И снова та же самая ситуация повторяется. Доход более 180 тысяч долларов. А значит от миллиона мы отнимаем те самые 51 667 долларов. И получаем 948 тысяч долларов. В данном случае мы умножаем это на 50%, потому что, как мы уже говорили, мы вступаем на территорию больше 12 месяцев. А значит 50% своего капитала мы освобождаем от налогообложения. Поэтому и множим на 50%. В итоге получается, что 474 тысячи долларов нельзя обложить налогом. Это касается не только крипто, но и недвижимости, например, жилой недвижимости, твоего дома и так далее. Итак, 474 тысячи баксов не облагаются налогами. Берем от этого 45% и получаем 213 тысяч долларов. Та самая сумма, которая уже может облагаться налогом. В итоге человек номер два, который держал более 12 месяцев, забирает себе 735 тысяч долларов. В отличие от человека номер один, который не дотерпел 12 месяцев и забирает 522 тысячи долларов. То есть, фактически, второй инвестор забирает себе 75% дохода, а первый только 50. Это лазейка в налогодательстве, которая может сэкономить тебе 41% дохода. Поэтому, если мы возьмем с тобой стратегию, о которой мы говорили с тобой в начале видео, и добавим к этому эту лазейку, мы сделаем максимум на грядущем буллране. Мы сделаем максимальную прибыль на протяжении следующих 7 лет. Но меня зовут Богатейший Ди, и если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы регулярно говорим о криптовалюте и о глобальной экономике. Ну а мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok